Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Бойцы двух государств подняты по тревоге. В Абхазии проходят совместные учения российских военных и вооруженных сил республики. Работодатели обяжут контролировать себя. Новшества в трудовом законодательстве обсуждают в Сочи на Всероссийской неделе охраны труда. Путевка в санаторий, оздоровление на дому и ремонт квартиры. Ко Дню Победы в Сочи ветеранам предложили самим выбрать себе подарки. Готовы не только к труду. В Сочи стартовал Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Более 25 тысяч человек будут следить за порядком во время майских праздников. Обеспечение безопасности на длинных выходных обсудили на краевом координационном совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. В нем приняли участие руководители силовых структур, представители профильных ведомств и главы муниципалитетов. В торжественных мероприятиях примут участие свыше миллиона человек. Важно, чтобы от праздников у жителей и гостей края остались только приятные впечатления. В вопросах обеспечения безопасности не должно быть формализма, отметил губернатор. Что касается 1 мая, что касается особенно Пасхи и Радонницы, мы уже люди опытные, мы знаем маршруты. Вот ту активность населения, которая по этим маршрутам возрастает кратно в период этих праздников. Поэтому вот здесь надо продумать еще раз и организовать беспрепятственный. Да есть людей. Организуйте таким образом логистику движения, чтобы не стояли километровые пробки. Продумайте кольцевое движение. Вы все местные, особенно на местах, я к главу муниципальных образований обращаюсь. Коллеги, вы лучше меня знаете, что нужно сделать. Здесь надо совпадать на опережение, подумать еще над этой логистикой и пешей логистикой, и транспортной логистикой. По поручению губернатора на время праздничных выходных организует краевой штаб. Он будет координировать работу всех служб. Это поможет контролировать обстановку в регионе и оперативно реагировать на любые ситуации. Оперативные штабы также будут созданы и в муниципалитетах. Бойцы двух государств подняты по тревоге. В Абхазии проходят совместные учения российских военных и вооруженных сил республики. Учение проводится совместно с подразделениями Минобороны Республики Абхазия в рамках плана боевой подготовки. Бойцы после сигнала тревоги должны были срочно выдвинуться на боевых машинах в назначенные районы. Впервые личный состав разделен на две части. Половина действует как условный противник, вторая не дает врагам привести план в исполнение. Подразделения будут вести условные боевые действия в сложных условиях. Это горы и леса. Позже к учениям подключится авиация и корабли Черноморского флота. Всего в командно-штабном учении принимают участие около 3000 военнослужащих. Задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 и малый противолодочный корабль. Винные прогулки по туристическим местам. Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» готовит для отдыхающих необычные новинки. В экскурсионные маршруты включат винодельческие предприятия Кубани. Об этом в Ялте на Международном экономическом форуме рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. «Золотое кольцо Боспорского царства» объединяет сразу несколько регионов, в том числе Краснодарский край и Крым. Будут ли соседи конкурировать за туристов, расскажут наши краснодарские коллеги. На берегу Черного моря среди крымских гор Ялты уже пятый год подряд собирает политиков, экспертов, бизнесменов. Интерес к Международному экономическому форуму – колоссальный, важнейшим деловом событий полуострова. Участвует более 3000 человек, делегации приехали из 100 стран. На юбилейном форуме в Ялте обсуждают новую мировую реальность, которую сегодня сложно представить без Крыма. По традиции, одно из главных экономических событий года посетила делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с соседней республикой. Основное событие Ялтинского международного форума – пленарное заседание. В этом году его тема «Крым, Россия, мир. Новая мировая реальность». Заседание открыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. От имени президента вице-премьер поприветствовал участников юбилейного форума. В своем выступлении он отметил, что Ялтинский международный экономический форум с каждым годом привлекает все больше зарубежных инвесторов. Встречи в Ялте предоставляют инвесторам отличную возможность воочию оценить богатейший потенциал Крыма, открытого для плодотворного сотрудничества со всеми партнерами. Уверен, что содержательные лектории и круглые столы, тематические сессии и выставка инвестпроектов насыщенная культурная программа вызывают широкий интерес у российских и зарубежных гостей. На полях делового форума губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие сотрудничества между регионами. Сегодня субъекты не просто соседи, они партнеры. Буквально год назад их связал Крымский мост. Уже в декабре будет запущено и железнодорожное движение. Нужно максимально использовать те преимущества, которые дает переправа для расширения экономических связей, отметил Вениамин Кондратьев. Мы не конкурируем, а мы дружески работаем в части того, чтобы привлечь туристов. То есть планы и мероприятия наши согласованы в данном случае. Мы уверены, что сегодня Крым и Краснодарский край – это два субъекта Российской Федерации, у которых самая большая береговая линия с точки зрения южного региона и курортных возможностей. Поэтому у нас путь неразрывно связан. Конечно, хватает для нас общих задач, и мы ищем инструменты, способы и сегодня решения. А то, что, безусловно, хватит нам на точно два наших субъекта – отдыхающих, туристов, если мы сможем найти новые точки роста, новые продукты, которые сможем предложить отдыхающим со всей страны и из Руежья в том числе. Вот тут стратегически, я думаю, что мы должны вместе и посотрудничать. Безусловно, что сегодня у Крыма, как и у Краснодарского края, появились свои бренды, очень мощные и востребованные. Это винные бренды. Поэтому мы должны защитить наших виноделов от суррогатного производства совсем не конкурентов, а тех, кто пытается уронить вот этот бренд, который сегодня уже бренд появился, это вина Краснодарского края и вина, произведенного в Крыму. По туристическому маршруту Золотого кольца Баспорского царства, который объединяет Крым и Кубань, уже проехали первые туристы. Чтобы и дальше развивать направление, гостям края республики необходимо предлагать новые продукты. На встрече с главой Крыма Вениамин Кондратьев рассказал, что в исторический маршрут будут включены винодельческие предприятия Краснодарского края. Маршрут Баспорское царство – это такой тур, новый тур, который себя будет включать, в том числе и дегустацию к вина, который производится небольшими винодельнями, в том числе сыров, которые тоже производятся в Краснодарском крае. Это просто агротуризм, который можно будет показать, а у нас уже есть что с вами показать. И, безусловно, если мы сможем развить этот тур Баспорское царство, это тоже будет очень такой серьезный магнит для привлечения туристов, отдыхающих со всей страны и, еще раз подчеркиваю, я думаю, что даже из-за рубежа. Конкурировать из-за туристов в соседней территории не собираются. Напротив, планируют искать новые точки роста и способы решения общих задач, которые сегодня стоят перед Кубанью и Крымом. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Кубань-24, Крым. Самоконтроль работодателя будет введен законопроектом. В Сочи начала работу Всероссийская неделя охраны труда. Это ежегодное предприятие, на котором поднимаются вопросы, касающиеся 72 миллионов работников и всех работодателей страны. Участников Всероссийской недели охраны труда город Сочи собирает пятый год подряд. Главный медиа-центр курорта на несколько дней становится центральной дискуссионной площадкой. Здесь демонстрируют лучшие отечественные и мировые практики, рассматривают новации, обсуждают направления госполитики в области охраны труда. Проходит и международная выставка промышленной безопасности. Демонстрацию техники и современных средств индивидуальной защиты организовали и перед входом в медиа-центр. Здесь же можно пройти квест-игру и проверить свои знания техники безопасности. Сделать это предлагается в определенных ситуациях. При задымлении помещения на стройплощадке, на предприятии, где запредельно шумно и в целом небезопасно. Мы находимся в комнате, которая находится под сильным ультрафиолетовым излучением. Чтобы вам от него защититься, у вас соответствующие очки. Чтобы пройти в следующую комнату, вам нужно угадать, в каком из шариков находится ключ. Здесь у нас мы используем максимально шумоподавляющие наушники. То есть мы показываем, что если на человека воздействуют какие-либо вредные звуки, есть специальная техника, которая всегда защитит человека. Совсем не в игровой форме об охране труда говорили уже в самом медиа-центре. На пленарной сессии ее открыли министр труда Российской Федерации Максим Топилин и генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер. Участники деловой программы обсудили концепцию нулевого травматизма и подвели итоги прошлых лет. Из-за улучшения условий труда, подчеркивает Топилин, за последние 12 лет количество погибших в результате несчастных случаев работников снизилось более чем в два раза. Но задача прежняя – вовлечь все предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, в программы по борьбе с производственным травматизмом. Для этого будет откорректировано трудовое законодательство. И выявление факторов риска отныне будет обязанностью работодателя. Есть такой ресурс, как онлайн-инспекция, который работает таким образом, что работодатель, если он хочет, он подключается к этому ресурсу и сам проверяет у себя требования условий труда. Это так называемая самопроверка. Если работодатель сам проверяет, он не нарывается на штрафы. Существует система тарифов по страховым взносам в пенсионный фонд. И мы прекрасно понимаем, что нам нужно вообще, в принципе, от работ, на которых условия труда являются ненормальными, опасными. Вообще, фактически, эти рабочие места постепенно вывести из оборота. Такую задачу мы перед собой ставим. Продолжительность жизни россиян нужно увеличить до 80 лет. Такую задачу перед правительством поставил президент Владимир Путин. Добиться этого отметили участники Всероссийской недели охраны труда, можно в том числе благодаря достойным условиям работы. И теперь одна из основных задач Минтруда – это развитие культуры безопасности в российских условиях. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Первые пассажиры с невозвратными билетами отправились в путь в Россию. Наконец, поехали поезда, на которые продавались так называемые невозвратные билеты. Пока такая услуга распространяется только на маршруты Москва-Ижевск, Санкт-Петербург-Адлер, Ростов-на-Дону-Адлер, а также Воронеж-Москва и Уфа-Москва. Предполагается, что новый тариф позволит пассажиру сэкономить на поездке от 5 до 20%. Первые же рейсы показали, что услуга популярна. Почти 70% билетов в эти поезда были куплены как невозвратные. В Сочи на Пасху и Радоницу увеличат количество общественного транспорта. Дополнительные автобусы будут введены 28 апреля и 7 мая. Так, в Лазаревском районе они будут курсировать с 8 утра до 6 вечера от пересечения улицы Павлова и улицы Изумрудной до верхнего кладбища. На кладбище в Догомысе, расположенное на улице Симашка и в поселок Лао, можно будет доехать на маршрутах номер 75, 76, 77 и 143. В Центральном районе к кладбищу на улице Догомыской можно будет доехать на маршрутах номер 2, 6, 15, 22, 24, 45 и 46. На городское кладбище в селе Барановка будут курсировать автобусы маршрута номер 104, улица Клубничная, село Барановка, улица Высокогорная. На кладбище в селе Раздольное можно будет добраться на маршрутах номер 37 и 38. На Хостинское кладбище на улице Леси Украинки можно будет доехать на автобусе номер 49. На Адлерское кладбище будет курсировать маршрут номер 59, а на кладбище в селе Молдовка номер 138. По всем направлениям 28 апреля и 7 мая будет увеличено количество автобусов. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 апреля в Сочи переменная облачность, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем 12-14 градусов выше нуля. Путевка в санаторий, оздоровление на дому и ремонт квартиры. Ко Дню Победы в Сочи ветеранам предложили самим выбрать себе подарки. Расскажет Елена Всецына. В квартире 90-летнего инвалида Великой Отечественной войны Георгия Ревякина и шумно, и грязно. И соседи совсем не рады, когда так активно работает дрель или болгарка. Но мастера спешат. Ко Дню Победы им надо завершить ремонт, положить плитку, заменить самотехнику, поменять двери, наклеить обои. Сейчас подобные работы по инициативе главы города Анатолия Пахомова ведутся в 36 квартирах ветеранов. А пока кухню, коридоры прихожей у Ревякина активно обновляют. Его самого, чтобы он не испытывал неудобства при ремонтных работах, разместили в Хостинской больнице. Там его полностью обследовали и назначили лечение. Провели полный объем медицинского обследования ветерана войны. И те формы, заболевания которых у него выявились новые, мы решили подлечить их, для того, чтобы у больного не было никаких проблем. Когда началась война, Георгию Ревякину было 12 лет и жил он на Ставрополье. Работал помощником водителя на грузовой машине. Чудом остался жив, когда с другими мальчишками решил по-своему отомстить немцам. В 1942 году 25 декабря отступали немцы, и в наш поселок приехали 25 машин. И мы им, пацаны, нас научил один старичок там, сделал отверки, прокололи шины 25 машином. И нас на третий день со школы вытащили. Когда мальчику удалось сбежать, отец перевез его в другой город. Георгий Сергеевич и сейчас все помнит, а вот видит и слышит совсем плохо. Рассказал про жену, которая была на 5 лет его старше. В 17 лет она ушла на фронт санинструктором. Санковой частью дошла до Польши. В палате ветерану есть с кем поделиться воспоминаниями, но главное, говорит Ревякин, удалось поправить здоровье. Как в санатории чуть-чуть, еще лучше. Там приходят в санатории, уколы не делают, капельцы не ставят. А здесь все нормально. Благодарю. В этом году в сочинских больницах ко Дню Победы прошли диагностику почти 3000 ветеранов. Для 900 человек организован санаторий на дому. Это те люди, которые по состоянию здоровья не могут получить полноценное санаторное лечение, а получают это лечение, находясь дома у себя, в виде определенных физиотерапевтических процедур, массажа и так далее. Еще 256 ветеранов отправились в сочинские санатории. В здравнице выделили бесплатные путевки с полным комплексом услуг. Более 150 человек уже оздоровились. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Ушел из жизни заслуженный артист России, сочинец Вячеслав Абрашкин. С его именем связаны многочисленные достижения города на рубеже веков. Вячеслав Абрашкин скончался на 81-м году жизни. Он прослужил сцене более полувека. Был основателем, художественным руководителем и главным дирижером Оркестра народных инструментов «Русский сувенир». Трепетно относился к исконно русской культуре. Старался максимально пробудить интерес к народным инструментам. Абрашкин удостоен почетного звания заслуженный артист Российской Федерации и наград администрации Сочи. Награжден медалью за вклад в развитие образования. Прощание с Вячеславом Абрашкиным состоится 25 апреля в Зимнем театре с 10 до 12.30. И продолжаем выпуск. Назван самый уязвимый пароль. Правда, за рубежом. Национальный центр кибербезопасности Великобритании провел исследование и опубликовал список из 100 тысяч самых уязвимых паролей, которые используются для защиты данных в интернете. Самой ненадежной оказалась комбинация 123456. Для защиты своих данных в сети ее используют 23 миллиона британцев, подсчитали специалисты. Немного реже встречается последовательность цифр от 1 до 9. Достаточно надежным паролем ее считают более 7,5 миллионов пользователей. Комбинация QWERTY, благодаря удобному расположению букв на клавиатуре, разместилась на третьем месте, на четвертом слово password, в переводе пароль. Замыкает пятерку лидеров комбинация из 7 единиц. Так что стоит сделать выводы и поменять свой пароль, если он попал в этот рейтинг. Сочи определят победителя Кубка России в парусном спорте. Соревнования проходят в олимпийских классах яхт и классе финн. 133 спортсмена, 104 яхты. Таков состав участников Кубка России. Это третий финальный этап турнира. Предыдущие два прошли в Сочи в феврале и марте. Часть сборной команды страны находится на выезде за рубежом. Вот только что прошел чемпионат Европы и неплохо наши ребята там выступили. И вот их отсутствие здесь, конечно, не повлияет на ход соревнований. Тем более, что дорога молодым у нас открытой. В рамках заключительного этапа Кубка России в олимпийских классах яхты и классе финн, в Сочи уже прошли четыре гонки. Сегодня яхты снова вышли в море. Гонки продолжатся до 25 апреля. Имена победителей назовут в четверг. Добавлю, что на прошедших этапах Кубка, которые назывались «Зимняя ривьера» и «Сочинская регата», шел отбор спортсменов в молодежную сборную команду страны. Он продолжится и по итогам финала Кубка России в олимпийских классах яхт. Готовы не только к труду. В Сочи сегодня первый день с российского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Самые спортивные сотрудники своих компаний три дня будут состязаться в пяти видах комплекса «Готов к труду и обороне». Все подробности в нашем следующем сюжете. Один, два, три. Челябинские металлурги не только суровые, но и спортивные. И как тут не поверить анекдотам про оригами из листовой стали, когда простой сварщик металлкомбината с улыбкой поднимает 16-килограммовую гирю больше 120 раз. Самый большой поднимал я, когда тренировался, поднимал 128 раз за 4 минуты. Сам снаряд, он не тяжелый, очень хороший гиря сам по себе. Она развивает хорошо гиря и на силу, и на выносливость можно с ней поработать. На фестиваль ГТО в Сочи приехали 20 команд со всей страны. Это не просто команды, а трудовые коллективы. Рабочую форму на спортивную на три дня сменили сотрудники госкорпораций, заводов, банков и университетов. Это физкультурники-активисты трудовых коллективов, то есть действующие работники своих предприятий. Все участники, которые здесь участвуют, они выполнили на знак отличия комплекса ГТО, там золотой, серебряный, бронзовый, и тем самым завоевали возможность участвовать во Всероссийском фестивале. Вера Соколова – инженер-технолог крупного химического предприятия. Работа занимает много времени, рассказывает Кемеровчанка. К счастью, заниматься спортом можно прямо на производстве. У нас на предприятии прям со спортом вообще все очень хорошо. Спорт пропагандируется. У нас есть свой спортклуб, есть спортыки Ада Азота, которые среди цехов. И так сегодня во многих крупных компаниях страны. Поэтому на нынешний фестиваль в Сочи трудовых коллективов приехало уже вдвое больше, чем в прошлом году. Мужчины и женщины выполняли пять нормативов комплекса ГТО – испытания на силу, гибкость и выносливость. Еще один вид программы – стрельба из электронного оружия. Специальная мишень реагирует на виртуальные выстрелы. Датчики передают информацию на компьютер, который протоколирует результат. Сегодня пристрелка, завтра выстрелы пойдут в официальный зачет. В ближайшие два дня также пройдут соревнования по бегу и отжиманию. Кто станет обладателем переходящего Кубка Всероссийского фестиваля, станет известно в четверг. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Билайн на 76-й кнопке и в социальных сетях – в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...